Открываем Construction Script в блюпринте автомобиля. Добавим компоненты системы частиц. Создадим массив типа Particle System Object Reference и сохраним в него компонент. Также вызываем метод SetTemplate и AttachToComponent. Только в отличии от звуков колес прикрепим наши частицы прямо к боди. Теперь нам нужно создать пресет самой системы частиц. Я просто увеличу параметр Rate до 50. В Construction Script указываем наш пресет. Частицы работают, но все они располагаются в Origin кузова автомобиля. Нужно это исправить. Открываем функцию SetFX. Берем массив референсов частиц. Как хорошо, что мы заранее сохранили индекс колеса в переменной WheelIndex. Не нужно тянуть макароны через весь экран. Итак, нам нужно выставить позицию и ротацию частиц. Для этого есть нода SetWorldLocationAndRotation. Позицию достаем из компонента колесо, а точнее из его структуры HeatStruct. Нам нужен ImpactPoint. Как видим, частицы теперь расположены правильно. Давайте теперь займемся внешним видом частиц. Создадим новый материал. BlendMod материала сразу выставлен как Translucent. В Opacity давайте сразу воткнем значение альфа канала из ParticleColor. Я добавлю в материал вот такую тестовую текстуру для удобства и наглядности при дальнейшей настройке. Ну а пока я просто назначу темно-серый цвет в качестве базового цвета. Открываем каскад и назначаем новый материал. Шейдеры скомпилировались и у нас получилось пока что-то больше напоминающее дым, нежели следы от колес. Идем в настройки Emitter. TypeData NewRebonData. Снова ждем пока скомпилируются шейдеры. Чтобы частицы не дымили, выставим Inital Velocity равным 0 по всем трем осям. Теперь это уже ближе к тому, что нам нужно. Размер пусть будет 10-10-10. Проверим, как это все работает. Отчетливо видно, что частицы вращаются в зависимости от угла зрения на них. Чтобы это исправить, необходимо в RebonData найти параметр RenderAxis и переключить его в SourceApp. И давайте заодно увеличим продолжительность жизни частицы. Открываем категорию Lifetime и выставляем допустим 15 секунд. Частицы теперь не вращаются, однако ориентированы вертикально, как забор. С этим мы скоро разберемся. А пока вернемся в каскад и удалим из Emitter набор параметров ColorOverLife. Вместо него добавим ScaleColorLife. В нем нас интересует ScaleAlphaLife. В параметре Distribution выбираем DistributionFluatConstantCurve. И создаем вот такую криву для нашей альфы. Субтитры создавал DimaTorzok Ах да, совсем забыл. Нужно также добавить параметр InitColorSeat. Данный параметр позволяет назначить цвет отдельному семени частицы. Проверяем, что получилось. Частицы почему-то не затухают в конце жизни. Я долго возился с этой проблемой и пытался понять в чем тут дело. Почему, когда делаешь lifetime больше десяти, кривая из ScaleColorLife перестает адекватно работать. И самое внятное объяснение такого поведения, ну это баг или фича Unreal Engine 4. Просто попробуйте закрыть редактор и затем заново открыть. Возможно это поможет. Но это не точно. Итак, на чем мы остановились? Ах да, забор. В функции SetFX нам нужно найти также правильную ротацию частиц. Для этого берем ноду MakeRotFromYX. В качестве оси Y мы используем ImpactNormal. А в качестве оси X нам нужен вектор скорости колеса. Но не в локальном, а в мировом пространстве. Откроем функцию GetLinearVelocityLocal в компоненте колесо. И здесь у нас уже есть необходимый нам вектор. Нам лишь нужно его сохранить в переменную. Я назову переменную LinearVelocityWorld. Возвращаемся обратно в Blueprint автомобиля. И достаем наш вектор скорости. Не забываем его нормализовать перед использованием. И теперь частиц совсем не видно. Это потому, что мы смотрим на них с обратной стороны. Просто развернем вектор нормали на 180 градусов. И как видите, это сработало. Только теперь мы видим другую проблему. Z-Fighting. Это когда разные полигоны находятся близко друг к другу, и компьютер не может определиться, какой полигон рисовать поверх какого. И получается вот такая рябь. Давайте просто сделаем небольшой отступ вдоль оси Z для позиции частиц. Одного сантиметра должно хватить. И я добавлю еще один offset, чтобы следы появлялись прямо под колесом. Если у вас луч трассировки стреляет прямо по центру колеса, то вам это делать не придется. А вот теперь хорошо. А вот теперь хорошо. Только следы получаются какие-то рваные. Но это тоже можно исправить. В RibbonData отмечаем флаг EnableTangentDiffInterp. Теперь отдельные квады плавно спряжены друг с другом. Снова откроем материал частиц. Найдем PixelNormalWorldSpace и отправим его значение в базовый цвет материала. И мы видим, что вектор нормальной частиц постоянно меняется в зависимости от угла зрения. Из-за этого следы могут выглядеть то светлее, то темнее при повороте камеры. По какой-то причине в данном проекте частицы всегда выглядят однородно. Возможно, что это из-за forward rendering, который включен у меня в данном проекте. Но в любом случае, давайте исправим и этот момент. Для этого в каскаде в категории Orientation находим LogAxis и выбираем LogAxis Flag Z. Нормали стали черные. Ну, значит нужно выбрать минус Z. Вот теперь мы видим хорошие постоянные нормали синего цвета. Так и должен выглядеть вектор нормаль, смотрящий строго вверх. И теперь представим, что у вас есть хорошая текстура для имитации следов покрышек. У меня такой нет, поэтому я покажу на моей тестовой текстуре. Если мы просто воткнем текстуру, то получим вот такую странную картину. И это никуда не годится. Во-первых, нужно сменить TextCordIndex с нуля на единицу. То есть нам нужно использовать второй текстурный канал вместо первого. Но есть еще одна деталь. В настройках частиц в RibbonData находим параметр TilingDistance и вписываем сюда любое значение, отличное от нуля. Допустим 50 см. И получаем нормальные текстурные координаты для наших следов. Я пока верну серый цвет обратно. Ну и наконец реализуем изменение цвета частиц в зависимости от силы скольжения колеса. Для этого у нас есть InitialColorSeed. Выбираем этот параметр и нас интересует альфа канал. В StartAlphaDistribution выбираем DistributionFluatParticleParameter. То есть мы делаем этот параметр динамическим и публичным и можем его изменять в runtime откуда угодно. Имя параметра пусть будет альфа. Значение по умолчанию единица. Теперь идем в функцию SetFX в Blueprint автомобиля. Вызываем метод SetFluatParameter. Параметр name равно альфа. Осталось определить значение самого параметра. Мы будем это делать по аналогии со звуками шин от величины скольжения. Узел MapRangeClumped нам поможет в этом. И теперь мы видим, что прозрачность следов и их интенсивность теперь зависят от величины скольжения колеса. Это то, что нужно. Однако, если мы включим режим рендеринга Wireframe клавиши F1, то обнаружим, что даже полностью прозрачные частицы все еще рендерятся. Какое неразумное использование мощности компьютера. Все, что от нас требуется, это выключить эметр частиц, если сила скольжения слишком мала ниже порогового значения. Давайте организуем эту логику. Вот эта длиннющая макаронина выбивается из общей канвы данного видео. Давайте поступим умнее. Вот так гораздо лучше. Итак, мы просто проверяем, больше ли значение Sleep Value минимального порогового значения. И если да, то мы активируем частицы и передаем динамические параметры. В противном случае мы просто выключаем эметр частиц и не тратим время на его настройку. А мне придется все-таки потратить кое-какое время на приборку и укладывание всех этих проводов. Ну, потому что я из Т. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Вот такое вот получилось видео. Извиняюсь за то, что так долго и мудно, но в этой теме слишком много деталей, о которых нужно было упомянуть. Спасибо, что смотрели и до новых видео. Выражаю свою благодарность всем замечательным людям, которые поддерживают меня на сервисе Patreon и не только. Продолжение следует...